Приветствую вас. Я думаю, что для начала было бы очень неплохо, если бы вы немножечко определились с тем, чего вообще хотите. Там, если вы говорите, что хотите обратиться к психиатру, то чем обословлен ваш выбор? Когда вы хотите обратиться к психиатру? Зачем? То есть, какие у вас ожидания? Почему вы считаете, что это у вас болезнь? Для чего вы пишете сюда, в таком случае, на сайт и обращаетесь к психологам? Не очень понятно. Это первое. Второе. Насчет последней капли. Может быть, что эта ситуация неоднозначно переполнила частью вашего терпения. По отношению к тем раздражающим факторам, которые в вашей жизни присутствуют. Иными словами, вот эта ситуация стала тем, что выбила вас из кильи и подкосила ваши силы. Нужно понимать, с чем мы имеем дело конкретно. Нужно понимать, о чем идет речь, когда вы говорите, что последняя капля. Нужно понимать, что вы подразумеваете под, допустим, вот этой вот чащей весов, да, чащей терпения. Нужно понимать, как вы оказались в ситуации, когда вы начали терпеть. Нужно это все понимать. Нужно это все понимать. Чем лучше, тем лучше будет для вас. Дальше. Вы говорите, что переспали с мужчиной, который относился к вам негативно и который воспринимал секс с вами. Как на одну, на одну, на одну, на одну ночь. Вы говорите, что человек мог вас оскорбить, например. И вы по какой-то причине все равно хотели отношений с ним. Важный момент, достаточно важный момент заключается в том, чтобы вы увидели, с чего именно вы хотите. В чем именно вы нуждаетесь? Вот. Откуда у вас, ну вот, потребности на большее? И, в самом деле, насколько обратны. Ну, значит. Ваше ожидание. Валерий. 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 По-хамски. Который, как вы говорите, а вы хотите связать с ним свою жизнь. Ну, вряд ли это случайно, да, вряд ли это случайно. Скорее всего, это есть причина, вопрос только в том, основание точно есть, вопрос только в том, какого рода это основание, что они из себя представляют. Дальше, значит, вот вы говорите, что переспал от мужчины, как оказалось, это был просто секс на один нос, мне сутка хотелось всего-то большего, вот с чего именно вам хотелось, нужно разобраться, с чего именно вам хотелось, потому что у меня есть ощущение, что вы не совсем понимаете свои желания. Я понимал, что этого не будет, потому что он мил себя по-хамски мог позволить себе оскорбить меня. Почему вы позволяли? Я, короче, его желеяло и всё такое. Давайте разберёмся с причинами, вот, с причинами вашей жалости к нему и откуда она жалость берёт своё начало. Я думаю, что это очень важно. Вот. То есть это очень важный момент. Почему вы считаете, что, ну, что можете жалеть человека? Вот. Такая вот история. Дальше. Собственно, мы раз в пять встречались до того, как приспали, потом не виделись. Я взрослый, тогда понимал, что не любят меня, поэтому используются до сих пор, потому что почему-то очень плохо. что происходит. Ну, вас задело. Что? Что произошло? Вот. Вас это задело. Наверное, наверное, достаточно сильно вас вот эта ситуация задело. Вот. Ну, нужно здесь смотреть, чем именно и как вас это задело. чтобы разобраться в этой ситуации. Чтобы вам разобраться в себе самой. Да. Потому что по вашему поведению пока что я бы сказал, что вы себя сами пытаетесь наказать. За что-то. Вот. И не очень понятно, за что. Ну, то есть, конечно, понятно, да, но вам вот нужно в себе разобраться. В первую очередь здесь. На мой взгляд, по крайней мере, нужно вам поисследовать себя. вот в этом контексте. Так. Я чувствую себя разбитой, как будто вся история была так. Ну, про это я уже сказал. Вот, в принципе, и все. Вот. Вот. Что мне сделать, чтобы это прекратилось? Прожить негативные эмоции. Вы их не прожили. А именно прожить. Для этого вам не обязательно обращаться к психиатру, можете обратиться и к психологу, и, значит, вы проживете эти чувства, вам станет легче. Ага. Параллельно, может быть, будут выявлены проблемы, которые привели вас к такому состоянию, и, соответственно, они могут быть разрешены вполне. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.